Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи прибыли на открытие после реконструкции детского реабилитационного центра Министерства труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Салий Муслимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Он сообщил, что в здании детского реабилитационного центра, функционирующего с 2003 года, до сих пор не проводилось ремонтных работ и реконструкции. Реконструкция, начавшаяся в центре в 2015 году, завершилась на высоком уровне. В фойе центра создан уголок, состоящий из фотоснимков, отражающих заботу общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, а также президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиевой о детях с ограниченными возможностями здоровья и проведенные с ними встречи. В центре на 42 койке, состоящем из стационарного и амбулаторного отделений, функционируют три отдела – информационно-консультационный и учебный, медико-социальной реабилитации и функциональной диагностики. Цель создания центра заключается в обеспечении восстановления социального статуса детей с ограниченными возможностями и их интеграции в общество путем проведения мер медицинской социальной учебно-профессиональной реабилитации. К основным задачам и функциям центра относятся осуществление комплексных психологических, педагогических мер с целью медицинской, психологической, учебно-профессиональной диагностики таких детей, определение их реабилитационного потенциала, осуществление медицинской, социальной и учебно-профессиональной реабилитации, а также коррекции их личности. Центр оснащен самыми современными приборами и оборудованием. Здесь установлены современные медицинские и диагностические приборы, реабилитационные оборудования. Опытные специалисты будут широко использовать в своей работе эти приборы и оборудование, оказывать детям с ограниченными возможностями здоровья, медицинские и реабилитационные услуги на самом высоком уровне. Для этого в центре созданы все условия. Классы, кабинеты для занятий и врачебного обследования украшены рисунками детей с ограниченными возможностями здоровья. С момента создания центра на высоком профессиональном уровне проводят обследование и лечение детей из этой категории из всех регионов республики. На сегодняшний день в этом учреждении реабилитационные услуги были оказаны более 15 тысячам детей. Прием центра осуществляется на основе направлений комиссии по медико-социальной экспертизе, лечебно-профилактических учреждений, Министерства труда и социальной защиты населения. Реабилитация больных проводится стационарно и амбулаторно. В детском реабилитационном центре работает 95 человек. Следует отметить, что в стране предпринимаются важные шаги, направленные на усиление медицинской и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. А это наглядно демонстрирует, что улучшение благосостояния населения в Азербайджане стало одним из важных направлений государственной политики. Социальная направленность экономической политики государства, внимание, уделяемое президентом Ильхамом Алиевым, усилению социальной защиты граждан страны – пример высокой оценки человеческого фактора. Государство привлекает детей с ограниченными возможностями здоровья к многочисленным социальным программам, в том числе программам реабилитации, бесплатного отдыха и техникой реабилитационного обеспечения. В детском реабилитационном центре в соответствии с планом реабилитации проводится комплексное лечение больных. Сюда входят лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, лечение в бассейне, психотерапия, логопедия, трудотерапия, музыкальная терапия и ручной труд. Особое значение в работе центра представляет учебно-профессиональная реабилитация. Здесь используются определенные учебные методики, проводится музыкальная терапия, а также на основе трудотерапии дети с ограниченными возможностями здоровья приобщаются к специальным навыкам. Относящиеся к данной категории дети, занимаясь различной ручной работой, демонстрируют особое умение. Детский реабилитационный центр постоянно поддерживает тесные связи с детской неврологической больницей, детской клинической больницей, детским психоневрологическим диспансером, протезно-ортопедическим центром, центром реабилитации инвалидов, а также районными и городскими детскими медицинскими учреждениями. На основе изучения передового опыта в области реабилитации детской инвалидности, центр разрабатывает и успешно применяет на практике новые методы реабилитации. Кроме того, врачебный и медицинский персонал центра периодически привлекается к курсам усовершенствования за рубежом, повышает свои знания и умения. Условия, созданные в детском реабилитационном центре, являются еще одним свидетельством того, что люди с ограниченными возможностями здоровья окружены вниманием и заботой государства. Во дворе центра проделана широкомасштабная работа по озеленению, созданы все условия для прогулок и отдыха детей на свежем воздухе. Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехибан Алиева и члены семьи приняли участие в открытии построенных в поселке Забраться Бунчинского района столицы центра социальной реабилитации для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения, социального приюта для лиц в возрасте старше 18 лет, а также социального приюта и центра реабилитации для несовершеннолетних, Министерство труда и социальной защиты населения. Строительство центра социальной реабилитации для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения, социального приюта для лиц в возрасте старше 18 лет, а также социального приюта и центра реабилитации для несовершеннолетних осуществлено на основании и соответствующих распоряжениях Кабинета министров. В фойе здания Центра социальной реабилитации для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения создан фотостенд о деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Центр состоит из учебного корпуса, плавательного бассейна и спортивного зала. В здании функционируют конференц-зал и выставочный зал. В выставочном зале представлена работа несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения. Здание также оснащено лифтом со звуковой системой, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями зрения. В центре созданы 4 палаты на 12 коек, прачечная, методический кабинет и зал для настольных игр. В здании также имеются современные кабинеты для обучения азбуки Брайля, изданий с шрифтом Брайля, звуковых изданий, адаптационного оборудования и обучения пользования им. В центре в распоряжении посетителей будут переданы кабинеты для занятий танцами и музыкой, а также библиографического обзора, крупного шрифта, компьютерный кабинет и богатая библиотека. В учебном корпусе площадью около 2800 квадратных метров имеются кабинеты окулиста, терапевта, офтальмолога, психологического анализа, массажа, повышения чувствительности ног и обучения пользованию тростью, учебные кабинеты для развития визуального представления и памяти, лиц с ограниченными возможностями зрения, а также столовая. В спортивном корпусе функционирует зал игр, кабинеты инструктора и врача. Лица с ограниченными возможностями зрения могут заниматься в зале различными видами спорта. Здесь имеется также плавательный бассейн длиной 25 метров. Все помещения построены на территории здания, оснащены централизованными системами горячей воды и вентиляции. На территории также установлены два водных резервуара, трансформаторная подстанция для энергоснабжения. Все корпуса оснащены современной мебелью, инвентарем и другим оборудованием. На территории проделана широкомасштабная работа по благоустройству. Президент Ильхам Алиев, его супруга Михрила Паналиева и члены семьи ознакомились с условиями, созданными в социальном приюте для лиц в возрасте старше 18 лет. В трехэтажном здании общей площадью 2011 квадратных метров созданы врачебный кабинет, отделение медицинского обследования, приемное и регистрационное отделение, столовая и кухня, прачечная, комната хранения чистого уборочного инвентаря. В приюте также имеются зал настольных игр, компьютерный кабинет, временный лечебный бокс и лечебные кабинеты, другие административные помещения. В 10 спальнях на 50 мест созданы все условия. В конференц-зале здания можно будет проводить различные мероприятия. Кроме того, лица этой категории будут пользоваться в приюте читальной библиотекой, залом для настольных игр. В здании также имеются холодильные камеры для продуктов, овощной склад, склады для спальных принадлежностей, твердого и мягкого инвентаря. Глава государства, его супруга и члены их семьи ознакомились с условиями, созданными в социальном приюте и центре реабилитации для несовершеннолетних. Центр состоит из реабилитационного корпуса и спортивного зала. В трехэтажном реабилитационном корпусе имеются кабинеты врача, медицинского обследования, приемное и регистрационное отделение, столовая и кухня, комнаты для встреч с родителями и обслуживающего персонала. В здании созданы компьютерный зал, учительская и пять классных комнат. В функционирующих здесь кружках несовершеннолетние могут эффективно проводить досуг. В этом корпусе в распоряжении обитателей будут переданы конференц-зал, зал для настольных игр и спальни. В центре также создан современный спортивный зал. Одним словом, созданные в этих социальных объектах условия являются еще одним доказательством того, что азербайджанское государство заботится обо всех гражданах, независимо от возраста и социального положения, проводит значительную работу для обеспечения их нормальными условиями жизни. Такие проекты еще раз демонстрируют, что осуществляемая в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева социальная политика успешно реализуется. В центре этой социальной политики находится гражданин Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok